Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Баланин. Ну что, друзья, пускай, конечно, компания Apple в последнее время как-то не удивляет своими новинками, но вы знаете, скоро все изменится, да, потому что компания Apple работает над настоящим таким проектом будущего, который не только шокирует вас, но и заставит так крепко напрячься Илона Маска, Samsung и даже Xiaomi. Да и, конечно, как бы это странно не звучало, но вот этот вот главный проект Apple отправит в прошлое даже iPhone. Ведь он попросту будет бесполезным из-за вот этой вот новой разработки, ребят, из Купертина. Так что обязательно смотрите это видео до конца, чтобы узнать о всех вот этих невероятных проектах компании Apple и почему iPhone скоро станет не нужен. Ну, короче, давайте не тратить время не зря, подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это как-то уже удивительно. Лайк, помчали. Ну и первым делом я вам расскажу о проекте, на который Тим Кук тратит даже больше сил, чем на очередной iPhone. Ведь успех Tesla не дает яблочникам покоя. И примерно с 2014 года Apple так усиленно разрабатывает так называемый проект Titan. Ну, который многие из нас знают как Apple Car. Я не знаю, какой у них там автомобиль получится, но вот самое главное, чтобы он на морозе, как восьмой iPhone, же не выключался. Как говорится, на ошибках же нужно учиться. Притом автомобиль разрабатывается настолько долго, что успел пройти все круги ада. Да, потому что сначала Купертинасы очень сильно вдохновились этим проектом, а потом настолько задолбали, что даже хотели вообще все это свернуть. Но все же потом Тим Кук взял, как говорится, волю в кулак, решил не сдаваться. И вот сейчас, например, работа над Apple Car идет полным ходом. Хотя, вы знаете, если вот Тим Кук знал, по каким дорогам, по нашим дорогам придется ездить его автомобилю, то я думаю, он бы забросил эту затею еще на стадии идеи. Притом Apple хочет не просто сделать, как у Tesla, а планирует выпустить уже более крутой автомобиль, который оставит вот эти вот машинки Ивана Маска далеко позади. И вот для этого Apple поставили перед собой очень амбициозную цель. Создать настолько крутой автопилот, чтобы водитель мог вообще ничего не делать. Ну, просто, например, читать газету. Притом ходят слухи, что в Apple Car даже не будут ставить руль и педали, потому что они будут попросту не нужны. Все же, вот я уверен, что это просто выдумки, и вот сейчас вы поймете почему. И ведь правда, чтобы создать полностью самоуправляемую машину, Apple нужно создать прям идеальный искусственный интеллект. Да, потому что на дороге встречается всякое, и даже какой-то самый опытный водитель не всегда может предугадать, что там в голове у рядом едущего шумахера. Все же, компания Apple очень уверена в себе, и даже потихонечку начала переходить от слов к делу. Это скажу я сейчас, я не забыл. Друзья, не забывайте, что каждый ваш лайк, это плюс один цен к зарплате моего оператора Русика. Он сказал. И вы знаете, кстати, я заметил, что сейчас очень подорожали комплектующие для компьютеров. И сейчас сборка даже какого-то там, не знаю, бюджетного ПК обходится чуть ли не в полцарства. Но это не значит, что вам придется мириться со старым ПК, который, например, еле тянет игры и не дает вам нормально работать из-за постоянных подвисаний. Ведь на рынке сейчас появилось довольно-таки много мощных и вполне приемлемых по цене ноутбуков на процессорах AMD, которые покрывают потребности пользователей. Ну и, как пример, вот вам Lenovo и Deapad 5 Pro. Это стильный тоненький ноутбук, внутри которого стоит мощный Ryzen 5 5600H с видеокартой GeForce GTX 3050. И вот с таким вот мощным процессором можно спокойненько, например, поиграть в самые новые игры или, например, зарабатывать себе на хлеб, там, не знаю, монтажом, дизайном или, к примеру, программированием. Притом, благодаря архитектуре новых Ryzen'ов, ноутбуки на красных процессорах еще и долго живут от аккумулятора. К тому же с Deapad 5 Pro вы получите не просто мощный процессор, но еще и крутой 2.5K дисплей, качественную клавиатуру и еще отличные динамики. Притом, все это вам еще и обойдется намного дешевле, чем сборка нового ПК. Хотя, вы знаете, вам даже не обязательно вообще тратить деньги для того, чтобы получить вот такой вот крутой ноутбук. Да, потому что сейчас идет челлендж-конкурс с розыгрышем четырех ноутбуков на базе AMD. Притом, конкурс еще и творческий и предполагает два формата. Ну, первый это сделать фотопост в Инстаграм или ВК с хэштегом «Хочу ноутбук на Ryzen». В публикации нужно сделать фотографию-коллаж из трех фото о том, как AMD разрушает ваши серые будни. И вот выглядит это примерно так. Значит, сначала серость ваших будней, потом заставка на экране с Ryzen, и вот третий это уже ощущение самого счастья, это когда ваша мечта осуществилась. Второй вариант участия это снять и опубликовать видеоролик в TikTok, Instagram, YouTube или ВК о своих рутинных буднях. А также еще рассказать, какой навык вы хотите освоить и как вам в этом поможет ноутбук на базе процессора AMD Ryzen. Только же ролики не забудьте на экране своего мобильного или еще какого-то другого девайса показать заставку вот такую вот Ryzen, которую можно скачать по ссылке в описании этого видео. И, собственно, таким образом вы и сможете получить вот такой вот крутой ноутбук на AMD. Так что переходите по ссылке в описании, где сможете узнать уже больше деталей о конкурсе и посмотреть работы других участников. А я продолжаю ролик. В общем, получается, что да, одним из самых таких амбициозных проектов компании Apple это, конечно, электромобиль. И компания не просто планирует его сделать, они уже над ним активно работают. И, например, еще в 2017 году на дорогах Калифорнии начали появляться внедорожники Lexus с кучей датчиков и камер. Правда, именно тогда же компания Apple и столкнулась с такой первой серьезной проблемой, которая и помешает ей выпустить автомобиль без руля и педали. И вот все дело в том, что законы США пока запрещают использовать машины без водителей. И обязательно нужен живой пилот. Притом закон еще требует, чтобы беспилотное авто можно было в любой момент еще и переключить на ручное управление. Так что Apple в любом случае придется все-таки установить руль и педали, чтобы в любой момент водитель мог перехватить на себя управление. Хотя, вы знаете, я думаю, что вот это вот правило пойдет только на пользу Куперкиноса. Потому что, вот зная многих людей, увидя автомобиль, например, без водителя, колеса снимут на первом же светофоре. В общем, Apple полным ходом тестирует свой автопилот и, кстати, вполне удачно. Ведь самоуправляемые машины яблочника уже накатали практически 30 тысяч километров. И вот сейчас у таких машин только одна проблема, что их автопилот отключается раз 190-230 километров. Но зато, например, во время теста вот эти вот умные машины компании Apple редко попадали в аварии. Да и то, если и попадали, то по вине водителей других, то есть обычных машин. Ну, не знаю, по крайней мере, автопилот Apple точно не был пьяный. Но это факт. И вот тут, собственно, возникает вопрос. Так когда же ждать вот этот вот суперумный автомобиль от Apple? И вот на этот вопрос ответил популярный аналитик Минчако. Так вот, по его словам, Apple Car мы с вами увидим не раньше 2025-го или даже 2027-го года. Притом, вы знаете, не стоит рассчитывать, что купертиновцы выпустят такой недорогой автомобиль для народа. Ну, как минимум потому, что Apple всегда целилась на аудиторию, которая может себе позволить каждый год покупать смартфон за 1000 долларов. Так что, знаете, и Apple Car будет, если так вот мягко говоря, очень дорогим удовольствием. Так что увидеть в Uber, что к вам направляется Apple Car, извините, но вряд ли удастся. Да? Придется дальше кататься на Логанах. И да, конечно, самоуправляемый автомобиль, это, конечно, круто. Но думаю, что многих больше удивит процессор, который поможет создать настолько умный автомобиль. Ведь все дело в том, что для умного автомобиля нужен не просто мощный процессор, а мощный нейронный процессор. Ведь именно он будет помогать искусственному интеллекту распознавать речь, объекты и принимать решения во время вождения. Так что Apple придется создать такой очень умный нейронный чип, чтобы вот этот вот искусственный интеллект, так сказать, не тупил. Ну, а тем более для того, чтобы тупить, уже есть вот эти вот водители, которые купили себе права. Зачем повторяться, правильно? И вот тем самым прорывным и мощным должен стать Apple C1. Слухи об этом чипе уже давно ходят по сети, и даже известно, что собирать его будет компания TSMC. Правда, конечно, яблочники не будут создавать вот этот вот C1 с нуля, а только возьмут уже существующий A12 Bionic и доработают его. И вот, по словам источников, Apple добавит в него ядра от нейронного процессора компании Syn Machines, которая занимается умными камерами для автомобилей. Короче, они возьмут одну крутую штуку и вторую крутую штуку, потом их соединяют и получат такую мега крутую штуку. Нет, что-то как-то просто получилось, да, Русь? Ну, короче, схема примерно такая. И вы знаете, я даже не удивлюсь, если компания Apple свои вот эти самоуправляемые электрокары будет выпускать именно с этой компанией. Да, потому что Syn Machines выпускает полноценные умные помощники для водителей. Ну, например, вот их система смотрит, как вы ведете машину, и отругает вас, если вы вдруг начнете, например, писать смс-ки во время езды, или там, например, начнете засыпать за рулем. Ну, короче говоря, это такая дополнительная система безопасности. Ну, хотя это в основном для тех, у кого нет на пассажирском сиденье жены. К тому же, чип C1 пригодится Apple еще и для другого гаджета, который в будущем сделает айфоны вообще полностью бесполезными. Кстати, это хоть как-то объясняет то, что купертиновцы уже не сильно так напрягаются при выпуске новых моделей. Камеры местами поменяли, и все, он уже на полках в магазинах. Все же, конечно, из-за вот этого вот чипа C1 выпуск автомобиля Apple может надолго и задержаться. Да, потому что в условиях дефицита полупроводников компания TSMC просто банально не справляется с заказами. Так что Apple придется все-таки подождать, пока закончится вот этот вот апокалипсис на рынке процессоров. И, кстати, друзья, полезный совет. Если вдруг, например, на нашу планету будет двигаться огромный метеорит, то не нужно волноваться, не нужно паниковать, не нужно бежать тратить срочно свои кровно заработанные. Ничего этого не нужно. Просто взять мобильный телефончик, включить мои видосики, сесть и расслабиться. А что волноваться? Брюс Уилли все равно в последний момент землю спасет. А вы хотя бы в это время какое-то интересное видео посмотрите. Ой, не благодарите, подписывайтесь. И вот так вот мы с вами постепенно подобрались к первому из двух гаджетов, который сделает современный iPhone полностью ненужным. И это, собственно, новый iPhone. Ну, а если точнее, то это совершенно новый iPhone, который оставит в прошлом нынешние смартфоны Apple. А говорю я про складной iPhone Flip, который станет настоящим конкурентом Galaxy Z Fold 3. И может вам, конечно, и кажется, что Apple никогда не выпустит такие смартфоны, но вы знаете, есть вот веские аргументы, почему яблочеки это сделают. Хотя вот лично я уже давно сделал складной iPhone. Сел на шестерку, случайно, он у меня тоже начал сгибаться пополам. Но сейчас не об этом. Например, еще в 2020 году Apple запатентовала сгибаемый смартфон, который по схемам напоминает Galaxy Fold. Притом, по словам Джона Просера, Apple тестировала еще и второй форм-фактор сгибаемого iPhone, который уже больше похож на Galaxy Flip. Так что, по итогу, Apple может выпустить вообще два складных смартфона. Первый будет превращаться в такой компактный планшет, а второй будет в смартфон-раскладушка. Притом, Apple же старается еще решить и главную проблему сгибаемых смартфонов, а именно хрупкий дисплей. Ведь, например, тот же Galaxy Fold 3 до сих пор легко царапается ногтем. И вот, по словам источников, в iPhone Flip поставят уже улучшенную версию керамического щита, который сейчас ставят в iPhone 12 и iPhone 13. Так что вот этот вот потенциальный iPhone Flip будет не только гибким, но еще и прочным. К тому же есть еще и слух, что вот это вот стекло получит специальный материал, который может самостоятельно лечить царапины. Правда, конечно, вот за такой вот iPhone Flip придется еще и очень дорого заплатить. Ведь если, например, Galaxy Z Fold 3 от Samsung стоит где-то примерно 1800 долларов, то Apple может попросить за свой вот этот вот гибкий флагман и все 2000 долларов. Если даже и не больше. Если раньше, например, на покупку iPhone набрали просто кредит, то теперь вот на гибкий этот iPhone придется уже брать кредит под залог квартиры. Хотя, вы знаете, в будущем вам вообще не придется тратиться на новый смартфон. Потому что Apple работает над таким гаджетом, который может спокойно стать полноценной заменой iPhone. И вот как по мне, так будущим вот этим вот главным гаджетом купертиновца будет далеко не iPhone, а умные очки Apple Glasses с дополнительной реальностью. И да, я знаю, что компания Google уже старалась делать смарт-очки таким же популярным, например, гаджетом, как смарт-часы. Но все-таки забила на это из-за двух проблем. Ну, во-первых, люди так и не поняли, зачем же им нужны вот эти вот умные очки. Потому что, ну, например, уведомления показывают даже дешевые какие-то смарт-браслеты. А если нужно, например, что-то вам погуглить, то лучше все-таки использовать смартфон. Ну, и во-вторых, разные спецслужбы все-таки были против, чтобы по улицам ходили люди с вмонтированными камерами в очки. Хотя, знаете, вот как по мне, так самое главное не забывать их снимать, когда ходишь в душ. А то не успел моргнуть, а у тебя уже вон аккаунт OnlyFans. Ну, и к тому же, когда компании только начали развивать идею вот этих умных очков, то различные там смарт-браслеты, часы были просто на пике своей популярности. Так что людям было вообще пофиг на еще один новый гаджет с урезанными функциями смартфона. Короче говоря, умные очки это вообще классная идея, но просто тогда они были никому не нужны. И, собственно, именно поэтому компания Apple всегда выжидает паузу. Потому что, если, например, выпустить гаджет слишком рано, то есть большой риск провалиться. Но вот если, например, подождать и посмотреть на ошибки конкурентов, то можешь даже стать мировым лидером. Так что, знаете, не исключено, что купертиновцы тайком еще и свою ракету на Марс делают. Еще и криптовалюту. И, например, с Apple Watch вот эта вот стратегия сработала идеально. И вот теперь настало время Apple Glasses. И вот если верить инсайдерам, то в Apple Glasses не планируют ставить камеры, а только датчики LiDAR. Так что у пользователей этих гаджетов не будет проблем с законом. Да? Ведь вот эти вот умные очки запрещены в некоторых местах как прибор, который нарушает право на личную жизнь. Ну, а если вы забыли, что такое LiDAR, то я вам напомню. Это, по сути, такой датчик, который очень точно определяет расстояние между объектами. И вот он, например, используется в беспилотных автомобилях. Помогает им не врезаться, например, в стены, в другие машины. Ну, а очкам он поможет правильно расставлять виртуальные объекты вот этой вот дополнительной реальности. Поэтому, например, скоро в квартирах не нужно будет делать ремонт. Одинся я спокойненько очки, и все, у тебя пятизвездочный апартамент. Класс. Единственное, вот когда в туалет будете ходить, все-таки лучше их снимать, а то мамка заругает. В общем, короче, LiDAR это очень полезная штука, и она очень пригодится в смарт-очках. И, собственно, неудивительно, что сейчас Apple использует вот этот вот датчик во многих своих гаджетах. Ко всему источнике еще говорят, что вот эти вот очки будут управляться жестами, голосовыми командами и взглядом пользователя. Ну, а если вам кажется, что это какая-то нереальная фантастика, то, знаете, я вас обрадую. Потому что все эти технологии уже есть. Мало того, они уже и используются в некоторых шлемах виртуальной реальности. Но есть еще и не такие реалистичные слуги. И вот поговорю, что Apple хочет отказаться от продажи разных линз для людей с плохим зрением. А вместо этого в Apple Glasses сделают такие прозрачные линзы, которые будут подстраиваться уже сами под зрение пользователя. При этом вот эти вот очки не будут выглядеть как гаджет из Cyberpunk 2077. А вполне как к себе обычные очки. Ну, вроде тех, что, например, носил Тони Старк. К тому же есть еще слушок, что для поклонников Стива Джонса даже готовят специальную версию с круглыми линзами. Кстати, думаю, что она еще будет популярна у фанатов Гарри Поттера. Только главное, чтобы эти фанаты не пробовали пройти сквозь стену. А то, думаю, что все-таки очки этого точно не переживут. При этом заряда очкам будет хватать где-то примерно на 3-4 часа работы. А вот заряжать их, скорее всего, можно будет в фирменном чехле с беспроводной зарядкой. Хотя, вы знаете, в интернете все-таки есть еще изображение и круглой зарядной станции. Все же, вы знаете, вопрос остается открытым. А зачем вообще кому-то вот нужны вот эти очки, да? И вы знаете, вот смотрите это видео до конца, и вы получите свой долгожданный ответ. Только потом в комментариях мне не жалуйте, что вам капец как нужны теперь срочно эти очки. И вот все дело в том, что сейчас, например, нам приходится постоянно опускать глаза в экран смартфона. Потому что мы там читаем сообщения, не знаю, там смотрим дорогу в картах. Ну или что-то записываем в заметках. Короче говоря, сейчас смартфон это такой незаменимый помощник. А когда с бодуна можно заказать, например, лежа в кровати, там, себе еды и пивка, так это вообще не помощник, а настоящий спаситель. Ну ладно, сейчас не об этом. И вот Apple Glasses и должны стать вот этой вот полноценной заменой смартфона. Ведь сообщения и маршруты будут просто высвечиваться прямо перед вашими глазами на линзе. Ну а чтобы сделать заметку, там, например, или поставить напоминание, достаточно будет просто голосовой команды. Так что получается, что все, смартфон теперь уже доставать будет не нужно, ведь все уже здесь, прямо перед глазами. Ко всему Apple Glasses могут еще и серьезно облегчить процесс покупок. Ведь вы только представьте, вот приходите вы в какой-нибудь магазин, да, смотрите на какую-нибудь одежду, а очки все сразу вам высвечивают ее характеристики, стоимость и отзывы. Ну или вот, например, увидели вы у кого-то какой-то крутой электросамокат. Все, одна голосовая команда, и очки уже высветили вам, что это за модель, и ее стоимость, и характеристики. А как эти очки улучшат функции Тиндера, так мне вообще даже страшно подумать. Так что получается, что iPhone станет такой мини-версией iPad, на котором время от времени, там, можно будет YouTube-чик, там, или фильм посмотреть. Все же, по словам инсайдера, вот до такого будущего придется все-таки еще, да, так немало пожить. И вот, по слухам, вот это вот первое поколение Apple Glasses будет не отдельным таким самостоятельным гаджетом, а больше дополнением, вроде тех же самых Apple Watch. Но все же с новыми версиями умные очки будут становиться все более самостоятельными, как это сейчас происходит с умными часами. Короче говоря, в какой-то момент вся вот эта вот вычислительная мощность ляжет на сами очки. Притом, как вы помните, компания Apple уже работает на чипом C1 с продвинутым искусственным интеллектом. Ну, ясное дело, что процессор для смартфона он все-таки больше, чем процессор для очков, но вы же понимаете, что это все вопрос времени. Ну да, все-таки компания Apple смогла поставить в AirPods Pro полноценный процессор, так что и с умными очками что-то допридумает. Ну, на худой конец, вот, чтобы эти очки не падали с носа из-за своего веса, можно их, например, носить на резинке. Включили, выход всегда можно найти. К тому же, с развитием мобильного интернета все вот эти вот вычисления можно спокойно переложить на облачные компьютеры. А в таком случае очкам вообще не нужен будет мощный процессор. Так что iPhone, окажется, реально не нужен. А для просмотра, там, не знаю, видео, игр, все будут брать просто iPad'ы. Но, вы знаете, все еще непонятно, вот, когда эти очки появятся в продаже. Ведь, с одной стороны, инсайдеры утверждают, что рабочий прототип уже существует, и некоторые даже держали его в руках. Ну, а с другой стороны, пророчили все анонс вот этих вот Apple Glasses еще в 2021 году. А, извините, но на дворе уже 2022. Ну, а цена, так это вообще большой вопрос. Ведь все вот эти вот умные очки стоят где-то около полутора тысяч баксов. И вот тут Apple может пойти одним из двух путей. Значит, первый путь это предложить прям очень хорошую цену где-то в 600-700 долларов и сразу привлечь много пользователей. Ну, либо по-другому, наоборот, целиться как раз вот в те вот самые полторы штуки, что, конечно, позволит больше заработать с каждого конкретного устройства, но при этом негативно скажется на общем объеме продаж. И также, друзья, советую поставить вам лайк этому видео и посмотреть вам вот эти вот ролики. Потому что, если вам этот ролик понравился, то вот эти вам точно зайдут. Ну, и главное, помните, что все самое интересное в коробке.